Обещала в прошлый раз снова вернуться к теме русского гостеприимства и традиций. Здесь уж точно есть где развернуться и есть о чем поговорить. Неделю назад, условно, конечно, мы с вами пили на дорожку, но ведь пьют еще и на коня. Вообще удивительно, сколько эта традиция породила разного рода крылатых выражений. Казалось бы, всего-то поднять последнюю, ну или, скажем, крайнюю рюмку перед тем, как откланяться и уйти, то есть выпить напоследок. Но не тот-то был, а на то он и великий, могучий, такой богатый русский язык. Сходу пара-тройка крылатых вариантов. Выпить на дорожку, выпить на пассажок, выпить на коня. С первыми двумя фразами мы уже разобрались в прошлый раз. Теперь перейдем к коню. Вроде как можно обратиться к казахской традиции. При долгой дороге, будучи уже в седле, выпивать высокоградусную жидкость непосредственно перед тем, как отправиться в путь. Все логично. Но есть и более затейливые варианты происхождения этого выражения. Есть такой напиток варенуха. В ее состав входят самогон, яблоки, мед, травы. Так вот, когда готовили ту самую варенуху, а ее нужно было варить, на дне посуды оставался осадок. Его, как правило, использовали в лечебных целях. Им обрабатывали раны, полученные лошадьми в боях. Но бывало и так, что казаки осадок это тратили не на коня, а выпивали сами. Просто потому, что чистой варенухи им не хватало, чтобы завершить застолье. Или же такой вариант. Он уже имеет отношение к советскому периоду. В газете «Правда» в 1919 году появился лозунг «На коня пролетарий». Ничего примечательного в нем в общем-то не было. Он отражал настроение времени и был своеобразным призывом к действию. Но суть в том, что впоследствии этот лозунг трансформировался в тост, которым завершали душевные посиделки. Субтитры создавал DimaTorzok